Если сегодня кто-то сомневается, я прошу обновить. Пусть сегодня будет этот день победы. День победы. Еще. Еще. Просто побудь в таком свете. Еще. Напомню. Прими это. Прими это. Еще. Божья. Сила. Сила. Иисус сказал. И он говорил, что придет тот, кто не крестит Духом Святым и огнем. Изрывай свой огонь. Изрывай свой огонь. Зажги каждому. Я молю тебя. Зажги. Пусть никто не уйдет отсюда, не изменяйся. Дух Святой, что мы поглоняемся. Поглоняемся тебе. Развиси в область. Хоть и хочешь быть ты. Самый огонь. Это то же самое повозание. Ожидаю света. Оба члены апостолов, как на зимки детства. Поглонялись, молились. Написано, и сила сошла. И движение духа началось. По всей земле и продолжается до сих пор. По всей земли, по всей земле и продолжается до сих пор. наполняй меня, Дух Святой, и сливайся, и сливайся. Хрести меня своей силой, Хрести меня своей силой, Святой, Святой, Двигайся, заполняй эту атмосферу, Пусть Божья Антония служит на этом месте. Хрести меня своей силой, И сливайся, и сливайся, Ищи его дым, Святой, 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 Святой Божий. Взывай к нему, Взывай к нему, Здесь, сейчас ищи его. Вся слава тебе, Дух Святой, Ворвись своей славы, Ворвись своей славы, Последи свой народ, Ворвись своей славы, Дух Святой, Ищи его наполняй, Пусть придет жизнь твоя, Жизнь, жизнь твоя, Пусть придет радость, Всятой, Святой, Святой Божий. Взывай к нему, Взывай к нему, Здесь, сейчас не останавливайся, Он ближе как никогда, Хрести меня, Хрести меня, Пусть придет жизнь твоя, Восстанови ты мечту. Хрести меня, Пусть придет жизнь твоя, Святой, святой, святой Божий Исцеляй, Господи, святой Исцеляй, прямо сейчас, здесь, коснись каждого Я молю тебя исцелить чувства, эмоции Все то, что было повреждено грехом Где были даны эти двери дьяволу Я прошу, прямо сейчас закрывай эти двери Исцеляй, восстанавливай Я проглядаю всякий дух немощи и болезни Во имя Иисуса Христа Всякое демоническое влечение, демоническое влияние Всякое влечение греха Дух Святой, ворвись в своей силе Освободи, восстанови семьи Восстанови служение Восстанови отношения детей и родителей Во имя Иисуса Я разрешаю эти цепи Я разрешаю эти преграды Все то, что сегодня удерживаю В цепях во головах Во имя Иисуса Христа Мы освобождаем силу Божию на это место Силу Божию на это место Освобождай Дух Святой, освобождай Еще, пусть исцелится эта боль Исцеляется, исцеляется Чувства, эмоции И держите чувства себя И держите эмоции Он здесь, Его слава здесь Его сила здесь Он любит тебя Он любит тебя Он любящий Отец Еще, еще, еще Силу Святой, я отрекаю жить без тебя Я отрекаю служить без тебя Жду Святой, заполняйте место Ты нужен мне Ты нужен мне Всегда и все Все напрасно без тебя Все напрасно без тебя Ты, который приносит жизнь Ты, который восстанавливаешь судьбы сильные Ты, живой Ты, свящий Иисус сказал Я уйду Он придет тот Кто наставит, кто поможет Мы взрываем тебе Дух Святой Дух Святой Извивай свои потоки Извивай свои веки Жизнь Я вижу, как ты восстанавливаешь жизнь Извивайся на это место И еще И еще Пусть уйдет всякая боль Всякая нема Всякая неверия Во имя Иисуса Всякий дух одиночества Я изгоняю тебя Во имя Иисуса Христа Все болезни Я изгоняю тебя Во имя Иисуса Во имя Иисуса Ты, Иисуса Живого Бога Ты, Иисуса Пророка А Иисуса Живого Я изгоняю тебя Давайте еще побудем В этом присутствии Просто сейчас начни взывать Я вижу, как некоторые ситуации Начинают решаться Решаться Взывай Взывай Не останавливайся Возьмите стрелы Начинай бить Не останавливайся Во имя Во имя Иисуса Слава тебе Слава тебе И Слава От абсолютов Святого Духа Слава Оооооо Наполня о чем Я прошу тебя освобождать От всякой демонической зависимости На этом месте Проклинаешься, как это слово Имени Иисуса Всякие оккультные действия Всякие жертвы на крови Мы разрушаем, как церковь Христа Живого Бога Мы освобождаем прорыв В этот город В эту страну В бывшие города Советского Союза Жизнь! Жизнь! Мы разрушаем эти жертвы И мы устраиваем Единственной жертвой Это жертвы не к живому Богу Слава тебе! Слава тебе! Ковыла! Добери свои руки Давайте обоззывать к нему Еще есть время, еще не все Я чувствую, что что-то есть еще Просто сейчас зевах Слава твоему! Его слава здесь! Его слава здесь! Некоторые переживут сегодня его, как они говорят Некоторые переживут обновления Восстановления Восстановления Огонь Святого Духа Огонь Святого Духа Огонь Святого Духа Огонь Святого Духа Возьмите, пожалуйста, все друг друга за руки Закройте глаза Огонь Святого Духа Огонь Святого Духа Просто давайте соединимся Огонь Святого Духа Разрушать Восвобождать Божью силу Божий огонь Божье помазание Я молю тебя за каждого человека сейчас Пусть этот огонь, он пройдется по каждому Силом Силом Еще Еще наполнять Больше обновления 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 Слава тебе! Это Бога, это Бога, это Бога. Сила, сила, сила. Сила. Мы поклоняемся Тебе, Святой. Моя сила. Мы поклоняемся Тебе, Святой. Жёлтую. Господь, мы благословляем это начало. Я молю Тебя. Пусть Божья Англана сейчас служит на этом месте Я молю тебя Мы пришли сюда за свежей мамой Я не хочу вчерашней мамой Я знаю, что ты даешь свежее Ты даешь новое Мы пришли сюда за свежим хлебом Сошедшим с небес На это место И мы просим тебя, говори в наши сердца Говори в нашей жизни Я прошу тебя, Дух Святой Проводи сейчас свою духовную операцию Исцеляй, восстанавливай Но убери боль, которая была принесена Еще Пусть придет прощение Пусть придет любовь Пусть придет твоя любовь Я прошу, двигайся через наши жизни Я молю тебя за это движение Которое ты начал Пусть этот огонь, он всегда горит на жертвеннике Всегда Дай нам быть теми, кто подбрасывает дрова в жертвенник Теми, кто готов Первый смиряться, прощать и любить Дух Святой Первыми, кто просто готов быть слугой Я прошу тебя, расставь эти правильные приоритеты Божьего Царства Коснись каждого Еще Ты сейчас каждый, как и переживет тебя, как это дыхание ветра Как в день пятидесятницы Ты не смотрел на возраст, ты не смотрел на лица, ты просто избил свою славу Дух Святой Мы поклоняемся тебе Дыши в наших жизнях Не дай нам уйти отсюда неизмененным И вся слава единому Богу Отцу Сыну, Духу Святому Воздайте ему славу Халлилуйя Давайте еще раз что-то вот какие-то тихие Халлилуйя Все слава себе Хорошо, присаживайтесь, мы продолжаем Халлилуйя Из важных, когда Господь двигается и обитает в хвале своего народа Аминь Знаешь, я благодарен Богу, что его я сегодня имею И эта благодарность, она позволяет Богу еще больше действовать в моей жизни Знаешь, иногда мы думаем, что вот эти ситуации, зачем они в нашей жизни? Поверь, каждая ситуация надопущена Богом Запомни это Главное, что ты взял для себя из этой ситуации Вот это самое главное откровение Хорошо, мы приглашаем Сергея Давайте дадим аплодисменты Мы благословляем против тех, кто будет смотреть нас Это разные города, да? Хорошо Слава Богу Слава Иисусу Христу Аминь Богу Святому Аминь И всех святых приветствую Всех братьев, сестер Спасибо, Господь, за этот интересный день Спасибо, что ты В нас, верующих И среди нас Спасибо за это собрание Спасибо за то, что ты сегодня Бог великий Благоставляешь нас, своих детей Своих сыновей, вечериней Отец Продолжи сегодня Деяние свое Это действие свое Боже, в каждом из нас Пусть слово Твое Становится плотью Боже Пусть это тайна Бога Воплощения В нас Будет Аминь Да, друзья Братья и сестры Я благодарю Бога За то, что Имея честь сегодня быть с вами Здесь, в этом присутствии Бога В этом действительно Его храме Потому что храм Его Это мы Это даже не просто Некие сооружения Или организации Конфессии Нет Даже не просто Каждый из нас в отдельности Из верующих Это Вместе Вкупе Интересно, когда Господь говорил Такая простейшая формула Да, его церкви Двое или трое Если собрано во имя Его В нем Во Христе Он говорит Я посреди То есть В этот момент Таинство совершается Таинство церкви Что Христос Явно Здесь На этой земле Он сказал Во все дни До скончания века Кто-то из древних Сказал Однажды Некто Негде Что у христиан Каждый день Есть повод праздновать Каждый день праздник У кого-то Семь пятниц на неделе У нас каждый день праздник Потому что Господь с нами Во все дни Во все дни До скончания века Благодарю Бога Всемогущего Завета Сегодня Вот здесь даже написано С Рождеством И сегодня я На самом деле Прошу Бога Всемогущего О том чуде Он говорит Рождественский дух Чудо Рождества О том чуде прошу Чтобы действительно Вот это Таинство Совершалось На нашей земле Таинство Совершалось В судьбах Миллионов и миллионов Людей Сегодня И во все дни Таинство Рождества Я даже писал Это в социальных сетях В эти дни Ну и 25 И сегодня Что Христос Ну исторически Конечно он родился Не в декабре Не в январе Сегодня это уже Наверное всем очевидно Он родился Чуть раньше Чем это принято считать Вообще-то Ну по нашему исчислению Это получается Ну начало месяца Тиши Это по нашему Получается Сентябрь месяц И это за 3 Больше чем 3 года До нашей эры Чем это принято Вот официально Как бы По гражданскому Летоисчислению Но Я писал В эти дни так Что Самое великое Для меня Таинство Рождества В том Что Христос Родился во мне И что Он живет во мне И царствует Господствует во мне Это самое великое Таинство И я прошу Бога О том Действительно Чтобы Таинство это Совершалось И далее И далее И далее И вот сегодня Пока вот молились Не знаю Я как-то вот Спасибо огромное Вот Братья и сестры За вот Такое единодушие Когда вместе Когда Может не все Но Большая часть Собравшихся Да Они единодушно Они взывают Вместе К Богу Но что-то Совершается Великое Действительно Я вот В этом убеждаюсь Каждый раз Убеждаюсь В разных собраниях Мне очень нравится Что даже Название у вас Не динаминационное Хотя черты Отдельных динаминаций Прослеживаются Очень четко Но Вот Подписано Не динаминационное Не Ну я вот К тому что Что заявка Очень правильная Знаете ли Мы можем иметь Сходство Знаете ли С теми С теми С теми С пятыми К сожалению Даже кровушку Немало Пролили Перебаливаем Кто-то В легкой форме Знаете Так Сапушка Высыпала Религиозная Кто-то В тяжелой Кто-то Хронически Так Этим Недугом Сектантским Болеет Знаете ли Всяк Всяк Куликсевая Болота Хвалит Вот И чем больше Церковь похожа На болото Тем больше Ее хвалят Я вот заметил Тоже Довольно Странное наблюдение Такое для меня Было Вот Но Знаете ли Но действительно Действительно В том Истина в том Что Дух дышит Где хочет Где хочет И Он действительно Основал Свою церковь И она Не вмещается Ни в одну Динаминацию Ни в одну Конфессию Я раньше Себе там В уст Не дул Думал Ну как бы Ну хорошо Что Вот Когда пришел К Богу Я Свою жизнь Связал Ну с правильной Церковью Мне повезло Думаю Никаким там Сектантом А в нормальную Православную церковь Но я Этими мыслями Так вот Был Озадачен Еще тогда Вот в 80-е годы Были Я на уроках По сектовидению Услышал О таких страшных Баптистах Песятниках Других разновидностях Сектантства Ну я думал Надо же Какой кошмар Думаю Ну слава Богу Что я В нормальной Правильной церкви Но Знаете Друзья Прошло Много времени И Тогда немного Времени И уже в 96-м году Через Божье Слово Действительно Истина Она освобождает Она ничто другого Не совершает в нас Ничего другого Не совершает Как только Освобождает нас Освобождает От всего плохого И все хорошее Приносит наоборот Нашу жизнь Я хочу прочесть Несколько строк Из Писания Сейчас Хочу поделиться И с Колоссяном Одно из таких Мест Писания Которые Очень Любимых И в эти дни Мы как раз Так вот С нашими Священнослужителями Рассуждали На как раз Над этими Словами Из Писания Из послания Колоссянам Хочу прочесть Оконцовку Первой главы Здесь говорится О тайне В 26-м стихе Начинается С тайны Говорится О тайне Сокрытая Которая была От веков И родов Ныне же Она Пишет Павел Открыто Святым его Вот эта тайна И вот дальше Об этой тайне Явно Но эта тайна У нас У христиан Есть Самая большая Тайна И Самое удивительное Что эта тайна Она уже не тайная Она Тайна В смысле Таинство Другое слово Таинство Таинственность Такая Но эта информация Открыта Для всех Вообще Но она до сих пор И в наш век В 21-й уже век Когда Как говорится Космические корабли Когда бороздят Просторы Вселенной Это тайна Написано Которым благоволил Бог Показать Какое богатство Славы В тайне Сей Для язычников Которая есть Вот дальше Сама тайна Христос Вас Упование Слава Дальше Он пишет Павел Которого мы проповедуем Вразумляя Всякого человека И научая Всякой Премудрости Чтобы представить Всякого человека Совершенным Во Христе Иисусе Для чего И я Тружусь И подвязаюсь Силу его Действующий Во мне Могущественно Христос Вас Христос В нас Христос Во мне Апостол Павел Писал Помните Коринфянам В первом Своем письме Он писал Что разве не знаете Что вы Храм Божий Дух Божий Живет в вас Он писал Что Да извиняюсь Я не дал Вместо писания Первый Коринфянам 3.16 Вот есть Иоанна 3.16 Такое Золотое Мы говорим Да Золотой стих Писания Ибо так Возлюбил Бог мир Что отдал Сына Своего Ненародного Дабы всякие Верующие В Него Не погиб Но имел Жизнь Вечную И проповедники Разных конфессий Разных динаминаций Я Вот этих 20 лет Последних Больше Чем уже Общаюсь И бываю В разных собраниях Очень разных собраниях Очень непохожих От ультраконсервативных До ультрахаризматичных От ультрадогматичных До вообще Вне догматики Фактически Находящихся Определенной Вообще христианской От сектанских Полусектанских До значит Совершенно открытых Очень разных собраниях И вот я слышал это Уже в разных Очень непохожих Друг на друга Собраниях Вот это Действительно Чудо И говорят Что вот если мы Поймем Уразумеем Вот Иоанна 3.16 То мы Уразумеем Всю Библию А вот Первое Коринфянам 3.16 Это Золотой ключ Будем так говорить Это золотой стих Экклезиологии Понимание того Что есть церковь Мы церковь Бога живого Столпе утверждения Истины Если В миру Говорят Незаменимых Людей нет То Здесь Совершенно Не так Здесь Каждая душа Оценена Кровью Иисуса Христа И каждый Из нас Бесценен В его глазах И Многие проповедники Говорили Я с этим Очень садедарен Что даже Если бы пришлось За одну душу За каждого из нас Иисусу прийти И совершить то Что он совершил Он бы без всякого Замедления Без всякого Вопроса Он бы пришел И совершил бы То что надо Было совершить И он Однажды И навсегда Приобрел На искупление Вечное Я благодарю Бога всемогущего Что кровью Иисуса Христа Его жертвы Мне очень понравилось Что у вас вначале Это таинство Совершается Очень так Трогательно И очень приятно Знаете ли Действительно Что кровью Иисуса Христа Я спасен Прощен Исцелен Освобожден Через Его святую жертву Через Его святую кровь Это величайшая святыня И вот Благодаря этому Я являюсь частью Этого великого храма Великой церкви Великого Бога Удивительное таинство Дамы и господа Братья и сестры Великое таинство И Христос В каждом этом живом камешке В этой стройке тысячелетий Где основанием Сам Христос является И куполом Завершением Всего этого Огромного храма Это третий храм Уже третий храм Но он самый великий Он строится уже Два тысячелетия Этот храм Величайший храм И первый храм И второй храм Они лишь были Слабым отблеском Того Что миру Явлено Уже даже На сегодняшний день Через этот третий храм А еще будет явлено Сколько Слава Богу И когда пили Проставляли Бога Вот Одно из Не знаю Откровений Но Это действительно Прям мысль Такая меня Как говорится Ошарашила Что наполняться Богом Это не просто Привилегия Я это уразумел Очень четко и ясно Для себя Что Даже это Как бы почетная Обязанность Даже моя Вот такая Почетная И обязанность Потому что Бог хочет не только Меня наполнять Но через меня Он хочет Других Людей Спасти Исцелить Освободить Утешить И он Именно Вот это Таинство Боговоплощения Во мне Совершаемое Получается И в каждом Верующем Совершаемое Это таинство Спасения Всего мира Павел Помните Пишет Что Бог Хочет Чтобы все Люди Спаслись Вообще Не просто Отдельные Товарищи Спаслись Не просто Отдельные Группы Граждан Спаслись Категории Нации Культуры Каких-то Спаслись Нет Он хочет Чтобы все Люди Спаслись И дальше Пишет Достигли Познания Истины Ибо Един Бог Един посредник Между Богом И человеками Человек Христос Иисус Предавший Себя Для искупления Всех То есть Для этого Спасения Всех Он все Необходимое Совершил Отдав Сына Своему На крест Кровь Пролита Таинство Совершается Когда Иисус Родился То А Кстати В Израиле Молитвы Такой научили Меня Достанем Свой телефон И помолимся Говорит Слышали Такую молитву Да уже Наверное Нет Это Леволмазин Ой Молодец Рабин Значит Все достают Ну я тоже достал Что я рыжий Что ли Ну я тоже достал Значит Стою Ну мало ли В Израиле Там чудо Чудо погоняет Ничем не удивляешься Ну мало ли Что здесь Сейчас произойдет Такое И он говорит Дальше молитву Благословен Бог наш Давший нам Мобильную связь И повелевший Ее отключать Или там беззвучное Во время служения Молитва работает Действует Да И Друзья Когда Христос Родился То Исполнилось Великое Пророчество Которое Вообще У Матфея Это много В первом Евангелии Как раз Да Много Описывается Исполнившееся Пророчество Но первым стоит Именно то Что Дева Она забеременеет И родит сына И нарекут ему Имя Эммануил Что значит Переводчик переводит С нами Бог Вот как раз Сестра Екатерина Напомнила мне Как раз Проповедь Моего Баптиста Здесь там В Химках Значит на севере Значит Москве Значит И Очень люблю Эту церковь Тоже там Бывать у них Люблю Молодежь Нам эта Баптистская Общается И я как раз Решил им Ну раз Баптист И коль Баптист Значит Ну что ж Значит Нужно Баптизу им Преподать Урок Баптизма И Возьми И расскажи Об этом И там Потом общались И там Их пастор Подошел Ко мне И говорит А вы знаете Я говорит Баптист Баптист Еще далеко Потому что Баптизу Оказывается Это погружение Бога И пропитывание Им Баптизу Когда Знаете ли В современном Греческом языке Баптизу Но в современном Греческом языке Он более Упрощенный Сейчас это означает Просто окунуться Погрузиться Но в старом Кое Наречие Баптизу Это Во всех словарях Это указано В принципе Что значение Было немного другое Означало Погрузиться Окунуться И там оставаться Не всплывать Вот в чем дело Если всплыл Значит уже не Баптизу И Еще лет за 200 За 300 До Иисуса Христа До нашей эры Это слово Использовали И во времена Христа Это слово Греки использовали Ну и эллинисты Так же Для В основном Для описания Соления огурцов Вот Любите огурчики соленые? А малосол Любите малосол? Есть любители малосолы? Ну как бы да Кто больше Кто меньше Вот Но есть фанаты малосола Допустим Да Значит вот малосол Да У него своя прелесть Конечно есть Да Он внутри Он еще свеженький Да Сохраняет элементы свежести Но уже на шкурке Уже соль И вот это сочетание Свежего соленого Особую прелесть создают Так вот Греки тоже любили малосол Но они его баптизу Не называли Представляете? Они баптизу называли Только те огурчики Которые Настоящие баптизские огурчики Какие? Которые Там прошли Весь процесс уже И соль уже Не просто на шкурке у них А соль в них уже Внутри них уже соль И вот в Новом Завете Говорите Имейте соль в себе Не просто на шкурке Да Не просто чуть-чуть там Подсолитесь там Как-то да Значит А пропитайте всем этим И вот Я так тоже Воссуждаю Что Бог Он Действительно Имеет в виду Именно это И Господь Уходя Он сказал Что Да Значит Идите Проповедуйте Крестите там Все народы Это все правильно Значит И конечно же Здесь о таинстве Ну Водного крещения Безусловно Тоже говорить Я тоже в это верю Значит Но В большей степени Я думаю Как раз имеется в виду Не просто Водное окунание Как обряд Знаете ли Порой Ну как с гуся вода Знаете ли Значит Ну окунулся Значит Ну ладно Вот Но Дамы и господа Братья и сестры В большей степени Имеется в виду Погружение в самого Бога Погружение в самого Бога И пребывание в нем И просаливание Или как сейчас Вот слово такое Пропитка Говорят Да вот Пропитаться Пропитаться Вот сегодня Что у нас совершалось Допустим Да вот И совершается В этом собрании Пропитка тоже Вот это тоже Баптизу То есть Вот совершается Баптизу сегодня тоже Когда читаешь слово Да Вникаешь в себя В учение Что Баптизу совершается Да Общаешься обращаешься к Богу, да, обращаешься, общаешься с Ним, в аптизу совершается. Вот это таинство, великое таинство. И Иисус, уходя, именно это имел в виду, погрузиться в Него и пропитаться им. А кто не погрузится, проблема. Знаете ли, вот те вот огурчики, товарищи, так что... Да, не, ну вообще, знаете что, Бог хочет, чтобы весь урожай был спасен, чтобы на грядках ничего не погибло, чтобы никакие там огурцы не засохли, не заляли, не засоплимились, не погибли, значит там все. А Он хочет, чтобы весь урожай был собран и с грядки прямо в катки, да. Вот, я часто добрым словом вспоминаю там бабушек одних. Ну я служил чтецом и по диаконам, потом диаконом. А вот в 91-м году, последние месяцы были как раз Советского Союза, я стал священником иереем. В Рязани это было. Как чтец и как диакон я послужил в Орловской и в Московской областях, а уже как священник в Рязанской и в самой Рязани, в Рязанской области и в Брянской чуть-чуть области. Так вот, и в Рязани стал тогда священником в 91-м году. И одна из моих поездок, таких запоминаемых, была в Поволжье. Я сам родом в Поволжье, вообще-то. И удивительное там место, значит, вот Нижний Новгород, знаете, да, Чебоксары ниже по течению. И вот самое среднее Поволжье, одним словом. И вот там есть много сел интересных таких, там и старобрядцы живут некоторые, и новобрядцы разные православные. И вот я там побывал у бабушек, гостил я у двух бабушек. Вот, их звали, одну звали Ульяша, другую Дуняша. Они обижались, когда их пытался я, ну, по-взрослому назвать как-то, знаете ли, тем более по отчеству, не, только Ульяша, не Дуняша. Одна была похожа, как вот Олежка Пович, мультфильм, помните, да, бабушка там такая, доземлика. Одна была вот копия такая, а другая, наоборот, такая, прямая такая, как струнка. Вот, значит, но такие вообще бабульки, вообще веселушки такие, бабулечки. Вот, значит, и я у них там ночевал, вот, и у них вот эти вот, ну, не знаю, вот, мне как-то запомнились вот эти примеры, простые примеры. Они старенькие были бабушки, они еще были, ну, с 19-го века обе были, получается, в 91-м году им было там 94-96, по-моему, лет было. Но они были недалеко друг от друга. Соседка была, они ее молодухой звали, она была 1900-го года была. Вот, вот, и было 91, но у них молодуха была. Вот, вот, но, и вот, ну, эти бабушки, вот Ульяша и Дуняша, они ноги в девках засиделись, они так замуж не выходили, они так и остались. Вдвоем жили, вот, значит, и, в общем-то, вот, очень интересные истории их судеб. И вот они примеры, простые приводили примеры, с этими огурчиками, с этими помидорчиками, ну, не помидорчиками, а эти вот грибочки у них там эти были, там, и что еще там еще у них. И знаете ли, для меня было запоминаемо, самые запоминаемые были уроки. И сегодня я благодарю Бога за то, что действительно, как верующий человек, я погружаюсь в Него, в Бога, пропитываюсь им. Интересно, Иисус, Он говорит не просто о пропитке им, а что и чудеса, и знамения сопровождают такого человека. Я так рассуждаю, что чем больше пропитаешься Богом, да, не просто малосол, хотя и в жизни малосола полно чудес может быть. Вот, но, знаете ли, ну, на безрыбье и рак рыбы говорят, да, значит, вот, значит, но, знаете ли, но если ты пропитаешься так хорошо, да, то, примерно, если хозяйки винегрет готовят, значит, то даже не нужно солить. Если есть миска соленых огурцов, да, сильно просоленных, вот, если твоя жизнь просолена, она осоляет вокруг очень многое, осоляет вот вокруг действительно жизнь. Вот, удивительная вещь. Очень благодарен Богу за все это. Чудеса, знамения, которые, вот, Иисус говорит, сопровождает жизнь верующего, и которые потом в книге Деяния, вот, они вот, очень четко начинают явственно, да, проявляться. И потом в истории христианства, а потом в судьбах миллионов и миллионов верующих, разных церквей, разных конфессий, динаминаций, и вот таких вот, нединаминационных. Действительно, тогда Бог в нас и через нас совершает свое таинство. Так вот, вернусь к пророчеству, что Дева забеременеет и родит сына, и нарекут ему имя, рожденному уже сыну Эммануил. Его назвали Иешуа, Иисус. Но Эммануэль, 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 Эль-Бог, да, Эманум, это буквально в нас, растворенный в нас. Есть разные толкования, конечно, есть разные переводы, есть возможность перевести и как рядом с нами. С нами Бог, это перевод, ну, правильный перевод тоже. Но более правильный перевод, более точный перевод, именно внутри нас, или же съеденный, выпитый нами Бог. Потому что для обозначения с нами именно, есть другое еврейское слово, оно даже пишется очень похоже, и произносится похоже, этану. Этануэль, когда произносится, имеется в виду с нами Бог. По-другому Этану не переведешь никак, только с нами, возле нас, близко, вокруг нас, это все этану, можно перевести, этануэль. Но Эмману можно перевести как с нами Бог, но Эмману переводится как внутрь нас. И вот, здесь есть водичка? Можно воздух попросить? Вот, да. Спасибо. Вот. Я, я вообще художник, и мне очень такие зрительные примеры, очень такие, ну, для меня важные в жизни. Вот, мне очень нравится, я не знаток сильный языка, иврита, я учу иврит, но изучаю этот древний язык. Но, мне очень нравится, когда переводчики, они, или учителя, такие иллюстрации делают. И вот, для меня иллюстрация с водой была самая такая, потрясающая. Вода на иврите Маим, Маим. Вот, небеса, допустим, Шем Маим, то есть имя, дающее воду, имеется в виду Баруха Шем, благостовенное имя, дающее воду. Так вот, в стакане вода, я никак не могу ее по-другому описать, как только использую слово «этану». Но, когда, ваше здоровье, за реформацию. Слава Богу, прекрасная вода. Много хороших напитков на земле, да, но лучше воды ничего не придумаешь, вот, честно. И вот, эта вода, она сейчас по мне растекается, очень приятное ощущение, она проникает в меня, я в нее. И проходит время некоторое, и она частью меня становится, а я частью ее становлюсь. И вот, для описания уже этой воды, я не могу употребить никакого другого слова, как только «этэману». Эману. Выпитая и частью меня ставшая, а я частью ее ставшей. Поэтому, правильнее все-таки перевести «эмануэль» – это «выпитый нами, частью нас ставшей» Бог. Но, конечно, это немного так коробит религиозное сознание, и часто это, ну, как бы, может быть, не так понято, может быть, некоторыми людьми. Но это правда. Пусть она кажется и сумасшедшей, это правда, но она правда. Когда Иисус говорил, что «кто не будет пить меня, да и есть меня, не будет иметь части со мной». Многим это тоже показалось сумасшедшей проповедью. Помните, да, что многие ученики Его, они даже отошли от Него тогда. Ну, по сути, все собрание оставило церковь. Синагога Иисуса опустела. Остались немногие, вот эти двенадцать, но даже им Иисус, он видел, видимо, их выражение лиц и, как бы, и понимал, что у них тоже не все, как бы, спокойно внутри после этой проповеди. И он им тоже предложил, если что, как бы, без обид, как говорится, вот Бог, вот порог, как бы, ищите другого рэба, вот, другую нормальную синагогу. Вот, где звучат нормальные проповеди, вот, но, слава Богу, что у Петра хватило мочи вот этой, действительно, сказать Духа, что ты имеешь глаголы вечной жизни. Пусть они непонятны, или мало понятны нам, или понятны совсем иначе, но в них что-то есть, в них какой-то тайны, у них какая-то тайна есть. В те времена было много школ разных, таких, ну, богословских, будем договорить. Одна из них школа, школа Елеля, очень известная, потом победившая в иудаизме. Другая была школа Шамая. В школе Шамая говорили такие провокационные проповеди порой. И одна из таких провокационных проповедей этого учителя Шамая, это еще до Христа, еще школа была известной школой иудаизма, о необходимости духовного перерождения, рождения свыше. И когда Иисус проповедовал, когда Он говорил одному из учителей Израиля, Никодиму, да, Он говорил, что ты один из учителей, я раз об этом ты не знаешь, не слышал. В то время, на самом деле, это были очень спорные такие темы. Вот, в школе Елеля говорили, что это провокация вообще, что достаточно тебе быть, родиться евреем или пройти геюр, быть обрезанным, кошерным, исполнять заповеди по мере сил, значит, быть благочестивым иудеем, как бы, значит, и этого уже достаточно. Шамай учил иначе, он говорил, что будь ты даже кошерным и обрезанным и все, но если нет духовного перерождения твоего, то ты не можешь быть подлинным детем Авраама. И этот конфликт этих школ, он был очень острым в то время, еще до Христа, еще за 200 лет до Христа даже. Этот спор уже был, уже в иудаизме. Но до Христа в этом споре было больше вопросов, нежели ответов. Как практически это пережить? Как? Путь? Каков путь этого перерождения духовного? Вот ты обычный еврей или, допустим, язычник, вот, примкнул к народу Божьему. Ну и как тебе переродиться? Вообще, какой процесс? Но, конечно же, в школе Шамая учили, что это отличная встреча с Господом совершается, личное общение с Ним. Но, все равно, до Христа было больше вопросов, нежели ответов. Христос принес ответы. Он сказал, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только лишь через меня. Удивительно, Боговоплощение в жизни Иисуса, да? Христос, Бог во плоти. Таинство. Но дальше больше. Христос поселяется в нас. Бог поселяется в человеке. Вот это уже тайна. Ладно, не буду много, можно много говорить об этом, но пусть Господь совершит это таинство в нас и через нас. И совершает это таинство. Потому что много хороших слов, тем более в протестантском мире, где-где у вас много всяких проповедей и учений. Может быть, порой даже слишком. Вот, но, хотя, как говорят, кашу маслом не скортишь. Да. Не знаю даже. Но, знаете, самое, конечно, важное, Иисус говорил, что блаженны не просто слышащие Слово Божье, да? А исполняющие. Блаженно слышащие Божье Слово и исполняющие это Слово Божье. Вот это настоящее блаженство. Когда Слово, оно становится частью тебя. И у каждого из нас есть какие-то особенные откровения. У каждого верующего, если он по-настоящему, не по-нарожку, если он по-правдушному верующий, то есть какие-то особенные откровения. Особенно переживания Бога. Допустим, человек, который был болен сильно, да, потом пережил исцеление. У него, вот есть вот это откровение, да, сильнейшее. А Боге как целители. И его хоть переубеждали. Хоть кол на главе тиши, он все на своем. Потому что он знает, что это плоть. Это Слово, ставшее плотью уже. Это частью его стало. Человек, который пережил нищету, допустим, безденежья. Потом откровение о Боге как более чем достаточном Боге, обеспечителе своем. И вдруг он действительно пережил это чудо, и он процветает, и он уделяет нуждающимся сам. Он имеет откровение о Боге как Эль-Шадай, более чем достаточном Боге. И каждый из нас получает определенное откровение в своей жизни. И познает Бога с какой-то своей стороны. У Бога много имен. В Писании он открывается через разные свои имена. Удивительные имена. И вот, кстати, Иоанна. Иоанна 11, 25. Хочу, чтобы вот сюда. Да, о, вы уже выбили. Правильно. Иисус сказал, я есим воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. Вот, вот эти два имени, они особенно дороги моему сердцу, моей жизни. Воскресение и жизнь. Помните, да? Он хочет, чтобы все люди спаслись. Это как будто бы воскресение. И что? Достигли познания истины. Это жизнь уже. Воскресение и жизнь. И в моей судьбе это вот стало ремой, что ли, откровением в 13-м году. Нет, извиняюсь, в 3-м году. В 3-м году, 2003 год. Это слово стало для меня ремой. А сейчас я еще хочу сказать, знаете, что тоже пока вот здесь молились, проставляли Бога, я тоже переживал. Но я как-то до сих пор еще, честно говоря, вот некоторые вещи так передумываю из того, что пережитого вот в это время с вами. Слава Богу, я очень Богу благодарен за это. И одно из вот этих переживаний еще, знаете ли, это глаза Бога, это взгляд Бога, это его лицо, его взгляд, его глаза. И я очень Богу благодарен за это. Извиняюсь, что я, может, как-то так скомканно сейчас, но просто я вспомнил то, что было в самом начале в моей жизни как верующего человека. Вот, я пережил Бога, я об этом свидетельствую и у себя в церквях, в наших церквях, вот реформаторской православной церкви, вот Христа Спасителя, и так вот и в других церквях, когда я бываю в гостях, об этом рассказываю часто, в программах разных. Вот Саша Шевченко, вот Алекс Шевченко, программа «Угол», уже старая программа, уже 20 лет прошло, но до сих пор мне эта программа очень нравится. Вот мы там были с ним помоложе, конечно, еще, но вот и очень удачно записали тогда программу. Я тоже делился тогда вот некоторыми этими переживаниями. Но, знаете ли, словами не передать вот это всего. Когда, ну, представьте, вот вчера мы как раз общались с детьми, с женой на эту тему у нас дома в Туле. Вот, я рассказывал вам как раз об этом переживании. Вот, когда мне было 12,5 лет, я о Боге не знал ничего тогда, ни хорошего, ни плохого. Вот, то есть я вырос в семье абсолютно атеистической, нерелигиозной семье, никак нерелигиозной. Вот, хотя моя семья, вот, по матери, я мусульманин, получается, да, моя мама Ибрагимова, по матери Ататарин, по отцу еврей, вырос русским атеистом. Будем так говорить. То есть ни те, ни другие мои родственники, о Боге ничего, ни слова, ни полслова. Наоборот, были атеистами. Вот, родители были даже такими воинствующими атеистами. Вот, и, знаете ли, это, к сожалению, вот, ну, ладно, как бы то ни было. То есть о Боге я ничего не знал, но пережил с ним встречу. У меня не было теорий никаких, ни мусульманских теорий. Сейчас моя родня, многие мои братья, вот, они стали такими активными прихожанами мечетей, посещаясь, стали мечеть уже регулярно. Вот, и, ну, раньше для нас это обрезание было просто, ну, вот, просто обряд. Ну, как бы, у нас-то не было даже связано никак, вот, традиции все эти, курбан, насчет, там, насчет, там, то, что, там, ели халяль, насчет, там, там, не, нет. Это никак не было связано даже с верой в Бога. Это просто было частью культуры, частью культуры. И, ну, наши бабаи, допустим, дедушки наши собирались, допустим, чай пили, да, значит, мы тоже, там, пацанами сидели, смотрели, как это все происходит. Вот, мужики собрались, значит, там, дедушки все, там, все взрослые мужчины, вот, целый день празднуют, допустим, да, чай гоняют с утра до вечера. Вот, мы знали, что, вот, мы татары пьем чай, русские пьют водку, вот, ну, как бы, ну, разная культура просто, как бы, вот, 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 вот это все, что я знал. Но ни о какой религии не шла речь у нас, ни о русской, ни о татарской, ни о еврейской, никакой, абсолютно. И, ну, я пережил с ним встречу, с Богом, вот, и я умер от пневмонии, двустороннего воспаления легких, врачи спасти не смогли. И оба легких отсекли, наступила смерть, вот, как бы, ну, если вкратце, так вот, ну, двенадцать с половиной мне было, точнее, даже. Вот, двенадцать с половиной лет, и вот жизнь моя закончилась тогда. Если бы не Бог, если он тогда бы не совершил вот этот шаг навстречу мне, и если бы тогда бы не совершилось то, что совершилось, ну, я бы уже с ним в могиле давно бы уже, а моя посмертная душа, там, существование, я не знаю, что было бы, честно говоря. Печально все было бы, наверное, но я и так опозорился, знаете ли, еще за секунду до смерти я не знал вообще, что Бог существует. Вот, хотя я понимал, что уже умираю, вот, мне не говорили, что я умираю, но я это понял, знаете, умирал первый раз, но сразу понял, что это, что-то такое. Ну, я некоторым рассказывал, там, братьям, там, вот, о своем посмертном опыте, есть околосмертный опыт, есть смертный опыт, вот, это немного разный опыт. Вот, я рассказывал, они говорят, ну, понятно, я говорю, ничего не понятно, помрете, все поймете сами, потому что столько не говорили, столько не рассказывай, это, ну, это все равно, как бы, совсем другое. Я не собираюсь много рассказывать, потому что каждый из вас это все увидит сам, поймет это все. Вот, просто, значит, я скажу о самом важном, о том, что произошло тогда. Вот, я был перед Богом, я до сих пор не знаю, кто мне это сказал там, в том мире, или я сразу сам догадался. Хотя в том мире довольно интересно, он более реальный, чем этот, более реальный. Знаете, у меня было такое чувство, такое странное, как будто я вот проспал в 12 лет, и вот, наконец-то, я проснулся. И все, что у меня было до того, это было как сон, ну, хороший, неплохой сон, мне снился, вот, мама, папа, друзья, брат, значит, все, ну, школа, все хорошо было. Но это все равно было не по-настоящему, это все равно было сном. А вот теперь настоящее, правдочное. И там одним словом описать то состояние, это понимание. Потому что тебе не нужно ничего объяснять, ты сразу все понимаешь. Вот, там нет такого, что подумал, потом сказал, там сразу подумал, сказал. Как будто бы, вот, здесь пишут тоже одним словом, да, с Рождеством. Ну, не совсем по-русски, но, как бы, сейчас так модно уже. Вот, но, меня немного коробит от этого, честно говоря, такого гормотейства. Ну, ладно, значит, ну, это такое же, такое время. Значит, сейчас много чего не принято неправильно делать. Вот, но, знаете ли, по-татарски тоже пишу так сейчас. И я там в шоке просто, ну, надо же. Но, вкратце скажу, что там одним словом описать то состояние, это понимание. Вот, ты все понимаешь, и тебя понимают. Это очень приятное, кстати, чувство. Хотя я очень опозорился. Мне было стыдно. Мне казалось, я самый плохой мальчик, что жил на земле. Мне так так, почему-то так казалось. Хотя чисто по-человечески все было так, ну, нормально, как бы. В моей жизни дома хвалили, в школе хвалили. Все хорошо было, как бы, да. Но, знаете ли, вот там совсем по-другому. Когда настоящее, когда во сне все хорошо кажется, но когда наяву все совсем по-другому вообще. Абсолютно. Там, знаете ли, еще это как какая-то сказка. В таком смысле, что как зазеркалье какое-то, знаете ли. Все наоборот. Не как здесь. Порой прямо противоположно. Вот там, допустим, вот то, что я, допустим, держу стакан у себя, да, это я, как будто бы, наоборот, теряю, да, вот отдал. Как будто бы, наоборот, получил. То есть там все шиворот на выбор. Вот, но сразу к этому привыкаешь. И это кажется как раз нормальным. А вот то, что было у тебя вот во сне, в твоем земном бытии, будем так говорить, да, это кажется ненормальным. То есть там сразу ты понимаешь, что вот это вот правдочное. А вот то было неправдочное. Ну, я не хочу вас смущать, может, какими-то там доктринами, или не знаю, потому что большинство протестантов не верят, что возможность покаяния после, как бы, смерти, но у меня было так, по крайней мере. За что купил, за то продал. Значит, я, значит, вот был перед ним, и он меня простил. Бог свидетел. Ну, и подтверждение тому, что я вот с вами сейчас, а не сгнил в могиле. Вот, знаете ли, я это видел даже своими глазами тогда. Кстати, меня дети мои спрашивали часто, спрашивали раньше, по крайней мере, когда маленькие были. Значит, папа, а ты видел себя там, может быть, как-то там? Я говорю, вот, я не помню вот. Может быть, и видел, может быть, но я не. Мне, я был заворажен просто вот тем, чтобы вот я смотрел вверх. Я смотрел вот на него. Я не мог от него отвести взгляд. Просто он настолько... Вот этот взгляд, любящий взгляд, который и не мама, и не папа, вот, собаку напомнил мою, вот, которая у меня была, ну, давно еще, я еще был совсем маленьким, вот, еще до школы и потом первый класс ходил в школу, когда была собака, она была большая, ну, для меня тогда оказалась вообще огромная. Вот, и она меня очень любила, обожала просто меня, значит, облизывала меня, значит, и смотрела на меня все время так, что вот я понимал, что вот, да, и вот команду, жизнь отдать, она отдаст даже без всякого, ну, даже без вопросов. А что мне с этого будет вообще? Знаете ли, она вот настолько сильно любила меня, вот это я, ну, с детства это понимал, вот, как бы, да, эту преданность, эту вот любовь такую, и, ну, там это было даже, ну, даже собака отдыхает. Вот, там это было настолько, это вот, ну, невероятно просто. Я ж не знал, что он все это уже совершил, это потом я уже узнал теорию религиозную. Вот, но он простил меня, рука-не-рука, не знаю до сих пор, что это такое, ну, как будто бы рука. Вот, знаете, как с доски стирает, все повытирала. Ну, правда, одну нельзя было стереть, это было уже во мне, в самом, вот такое сожаление, знаете, какое-то, какое-то сожаление, что надо же, думаю, вот если бы я раньше знал, что Бог есть, и я так опозорюсь вообще, значит, перед ними, перед всеми, перед всеми я не знал перед кем, но я понимал, что еще кто-то, вот, много, как бы, я так понимал, но, и вот, как бы, я думаю, мог бы жить. Кстати, тогда, значит, сказал ему такие слова еще, ну, подумал, сказал так, что если я буду еще жить, думаю, я, значит, а что я в жизни умею? Я ничего не умею, толком делаю. Только одно умел хорошо это делать, это рисовать, писать. Я в школу такую ходил, в школу художественную, ну, и столько себя знал, помнил себя с самого первых, с самых первых детских воспоминаний, я все время что-то лепил, что-то рисовал, что-то краски. Спасибо.